This conference will now be recorded. В концепции «Днем открытых дверей» хотелось бы совместить и поговорить еще и об изменениях законодательства тех, которые с вами с 2023 года на территории всей Российской Федерации действуют. Это единый налоговый платеж, единый налоговый счет. Коллеги, меня зовут Санкина Екатерина Викторовна. Я работаю преподавателем в учебном центре «Специалист». С удовольствием поделюсь своими знаниями, если, конечно же, вы будете выбирать обучение в нашем учебном центре, в чем я не сомневаюсь, после сегодняшнего дня «Открытых дверей». Несмотря на то, что наш «День открытых дверей» посвящен профессии «Бухгалтерский учет и налогообложение», я хочу представить вам сразу две дипломные программы, которые по своей концепции очень близки. Первый бухгалтерский учет и налогообложение. В самом конце «Дня открытых дверей» я покажу, где вы можете ознакомиться и взять материалы. Все слайды я уже выложила в личном кабинете, и ссылочки все активные, поэтому вы можете прям переходить, что я сейчас и сделала, и познакомиться уже непосредственно на нашем сайте с той программой, что очень долго грузится. Сейчас посмотрим. Может быть, и не будем заходить. Не забывайте, там сайт у нас подвисает, да, не хочет. И эта ссылочка у нас будет работать. Сейчас, может быть, нам надо для этого открыть всего лишь браузер. Да, наша ссылочка заработает. Марьян, скинула, да, ссылку на дипломную программу. Спасибо. Марьян, а я вот как раз тоже браузер загрузила, и ссылка в открытом браузере у меня заработала. Коллега, коллеги, и первая ссылка, которая не сработала, и вторая, они активные, вы можете перейти, ознакомиться. И первая программа отвечается от второй только тем, что во втором варианте более подробно мы знакомимся с расчетом заработной платы. В крупных организациях, как правило, эти два департамента, эти два отдела поделены, каждый занимается своим делом, кто-то рассчитывает заработную плату, а кто-то считает основные налоги, такие как, допустим, налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, имущество, транспортный, земельный. А если организация небольшая, маленькое предприятие, то, с чего как раз мы с вами начинаем осваивать профессию, тогда, конечно же, расчет заработной платы, в том числе программного продукта 1С, вам пригодится. Пусть вас не смущает то, что первая программа не упоминает 1С, и та и другая программа посвящает свое время изучению программного продукта 1С. Кормы обучения в нашем учебном комплексе разнообразные. Вот я не хочу их все перечислять, но все, что только может быть в нашем учебном комплексе присутствует. Конечно же, есть такие слушатели, которые старые закалки, которые обязательно хотят прийти, видеть преподавателей, сидеть, трогать учебные материалы раздаточные. А есть те, кто, конечно же, переходит на онлайн, видеть, да, даже есть такое обучение свободное. То есть можно выбрать какое-то определенное количество курсов в линейке, в дипломных программах и учиться свободно. Но это совсем не означает, что не нужно выполнять домашние задания, не нужно проходить тестирование, практикумы. Все, конечно же, тоже будет под контролем вашего преподавателя. Коллеги, ну вот немножечко, да, хочу сейчас еще о концепции обучения рассказать. А потом мы с вами уже непосредственно перейдем к практическим занятиям, к обновлению нашего законодательства. Линейка поделена на теоретические курсы. То есть тогда, когда вас погружают в основы бухгалтерского учета, в основы налогообложения. Чем бухгалтерский учет у нас с вами отличается от налогообложения? Наша законодательная система, те нормативные акты, которыми следуют бухгалтеры, немножечко разделена. И есть такие нормативные документы, которые называются федеральными стандартами бухгалтерского учета. На основе норм, которые там описаны, ведется бухгалтерский учет на предприятиях, формируется бухгалтерская финансовая отчетность. А налоговый кодекс, он разделен на две части, на несколько глав. Есть общие главы, а есть главы, которые посвящены отдельным налогам. Например, 21 глава налог на добавленную стоимость, 25 глава налог на прибыль, это самое известное. И, конечно же, мы первоначально рекомендуем вам погрузиться в теорию бухгалтерского учета, узнать о такой системе, которая называется счет бухгалтерского учета. Это тоже нормативный документ, приказ Минфина, всякие разные циферки, которые мы с вами читаем как книгу. Видим счет бухгалтерского учета, понимаем, что либо зарплату забыли начислить, либо забыли заплатить. Но это как вариант. Параллельно в линейке теоретических курсов рассматриваются расчеты с персоналом по оплате труда. Там мы более глубоко погружаемся в такое понятие, как средний заработок, который требуется бухгалтеру для начисления и расчета трудной зарплаты. Так ее назовем. Я всегда стараюсь сложное слово не говорить. В слове сложный корень ложь, а в слове трудно корень труд. Поэтому трудная зарплата такая, которая не связана с простыми расчетами. Положение по бухгалтерскому учету 1802 – это прям практически космос. То есть если вы уже знаете, что есть такое ПБУ-18, если вы можете на практике применить эти знания, значит, вы бухгалтер с большой буквы. После того, как мы с вами ознакомились с теорией, понимаем, откуда берутся цифры и куда они деваются, мы предлагаем нашим слушателям уже автоматизировать это все на практических примерах, на линейке курсов 1С-бухгалтерия. Помимо 1С-бухгалтерии есть еще такая программа, как зарплата управления персоналом. Это для крупных организаций. Если у вас организация небольшая, вам достаточно будет 1С-бухгалтерия, она предусматривает расчет заработной платы. И мы сегодня на примере налога на добавленную стоимость, в частности, страховых взносов, даже познакомимся с тем, как это происходит в зарплате управления персоналом, как это происходит в бухгалтерии предприятия. Также есть линейка прикладных решений. Я привела здесь торговля и склад. Это популярное очень приложение фирмы 1С. Но, наверное, может быть, кто-то из вас слышал. Есть такие программы, как 1С-розница, как 1С-касса, как 1С-документы оборот. Ну и, может быть, кто-то из вас будет работать не в программе 1С-бухгалтерии, а, может быть, в программе 1С-комплексная автоматизация. Есть такие решения, как, допустим, 1С-аренда. Но все равно исчисление основных налогов за основу в этих прикладных решениях берут разработчики программный продукт 1С-бухгалтерия. Несмотря на то, что вы видите здесь достаточно большое количество курсов, дипломные программы предполагают набор определенной тематики, которые вам интересны, но, может быть, вам бухгалтерский учет знаком. Вы это знаете на теории, но нужно набрать именно 250 часов каких-либо интересных для себя решений и уже это реализовать. Коллеги, ну а сейчас, наверное, переходим к изменениям законодательства. Или если я вот сейчас вернусь на слайд назад, давайте скажем, что мы сейчас находимся на курсах по теории. Сейчас познакомимся с теорией, потом будем ее пробовать, положить в программный продукт 1С, то есть уже посмотреть, как это работает. Когда мы занимаемся теоретической основой, у всех кружится голова, все достаточно тяжело переносят все то, что узнают, потому что чего только не бывает. И мы всегда говорим о том, что с ног на голову, да, мы переворачиваем все те понятия, которые были в нашей обычной жизни. Ну, есть там такие понятия, как по оплате, по отгрузке. Вот мы с вами в жизни, физические лица, все живем по оплате. У нас есть деньги в кошельке, и мы эти денежные средства с вами тратим. Нет денег. Ну, либо мы их не потратим, либо возьмем кредит. В бухгалтерском учете мы учитываем с вами все, и факт оплаты, и факт отгрузки, которая как раз образует дебюторскую и кредиторскую задолженность. Вот погружаемся с вами в теорию. Перед вами, напомню, что наш с вами, вторая тема нашего дня открытых дверей, да, то есть первая тема – это бухгалтер, специалист по бухгалтерскому учету и налогообложения. Вторая, такая небольшая подтемка для того, чтобы у нас был с вами какой-то реальный пример практика – это единый налоговый платеж, единый налоговый счет. Модель 2022 года, устаревшая, но она все равно есть, и вам нужно будет с ней познакомиться, и мы о ней тоже будем говорить обязательно на курсах, потому что каждый бухгалтер не приходит во вновь созданную фирму. Это бывает с единицами. Каждый бухгалтер приходит на работу в уже организацию с историей, которая работала. И если она в 2022 году работала, то иногда будет так, да, что вы вынуждены будете по каким-либо причинам вернуться обратно, посмотреть, верно ли были исчезлены, ну, например, да, как вы здесь видите, страховые взносы, прибыль, налог на добавленную стоимость. Перед вами выделены красным цветом те даты, которые ранее мы, бухгалтеры и специалисты по налогообложению в обязательном порядке относили к отчетным датам. В какие-то дни, например, 15-го числа мы должны были заплатить страховые взносы, налог на добавленную стоимость, сдать декларацию, заплатить налог 25-го числа, 28-го числа, сдать декларацию по налогу на прибыль, заплатить. Имущественные налоги исчислялись 30-го числа. Ну, конечно же, там еще были какие-то месяцы, это все происходило не каждый месяц. В свете, опять-таки, совершенствования системы налогообложения наша законодательная система предусмотрела облегчение работы бухгалтера и специалиста по налогообложению. И решили, что у нас будет один день для подачи любых отчетов, деклараций, расчетов и в том числе уведомлений. И будет один день для того, чтобы мы с вами исчисляли и уплачивали налоги, авансовые платежи или страховые взносы. Но это правило у нас с вами обошло взносы на травматизм, который мы раньше платили в фонд социального страхования, а сейчас уплачиваем в социальный фонд России, тот, который у нас теперь объединил пенсионный фонд и фонд социального страхования. И стал называться социальный фонд Российской Федерации. Так как эти взносы не поименованы в налоговом кодексе, а все-таки единый налоговый счет, единый налоговый платеж, это те изменения, которые были внесены в налоговый кодекс. Поэтому со взносами на травматизм осталось все по-старому, 15 числа, и еще нам нужно помнить о том, что мы их с вами уплачиваем. Я хочу обратить сейчас внимание на дату 25 число. Здесь указано, что мы подаем декларации, расчеты. Для опытных практиков, конечно же, это известные вещи, для чего мы формируем декларацию или расчет. Для того, чтобы представить федеральную налоговую службу. Зачем федеральные налоговые службы нужны декларации и расчеты? Чтобы они понимали, каким образом мы посчитали, исчислили налоги или страховые взносы к уплате в бюджет. И в каждой декларации, в каждом расчете, за исключением, то есть, когда мы с вами говорим о каких-то правилах, мы всегда говорим по общему правилу, потому что с каждого правила есть исключение. Так вот, по общему правилу в декларациях и расчетах есть первый раздел, в котором мы уже подводим итог, а какую сумму нам нужно заплатить, например, налога на добавленную стоимость, или какую сумму нам по какой дате заплатить в части налога на доходы физических лиц. Вот у нас с вами появилась еще некая форма, которая представляется Федеральному налоговому службу. Эта форма называется уведомлением. Вот хочу поподробнее на следующем слайде поговорить именно об уведомлении. Перед вами уведомление. Мы видим, что это об исчисленных суммах налогов, авансов платежей по налогам, страховым взносам. Ну, здесь оно у нас подается почему-то, да, 28.01. Но я скажу почему, потому что, ну, предположу, да, что сейчас там немножечко попозже мы посмотрим с вами календарик. Видимо, были переносы сроков. Сейчас тоже тех, кто не знает, с этим обязательно познакомлю. Перед вами два самолета или два Т-образных счета или счета бухгалтерского учета. 68.90 – единый налоговый счет. Новый счет, который появился у нас в программном продукте 1С – бухгалтерия. 68.01 – этот счет был у нас с вами всю жизнь. И счет называется налог на доходы физических лиц. Конечно, в начальных курсах, на начальных курсах мы говорим первоначально о том, что у нас в счете находится слева, что у нас находится справа. Мы стараемся эти счета читать, да, мы стараемся с ними разговаривать. И мне, конечно, очень приятно, когда слушатели после окончания обучения, обучения, там, буквально самого первого курса в линейке теории бухгалтерского учета, радостные, потому что они начинают разбираться в счетах бухгалтерского учета. Ну, по сути, это наши книги, да. 50 тысяч рублей, вы видите эту сумму справа, она начислена по кредиту. И мы по кредиту, кредиторская задолженность, кредит взяли, да, мы по кредиту всегда видим свои задолженности. И вот эта вот задолженность по налогу на доходы физических лиц сейчас должна оплачиваться единой суммой в составе единого налогового платежа и должна поступать на единый налоговый счет. Но никто не отменяет отдельно взятые субсчета, на которых всегда у нас с вами исчислялись налоги и страховые взносы. Налоги исчисляются у нас с вами на 68-х субсчетах, ну, на 68-м счете, на соответствующем субсчете. На каждый налог отдельный субсчет, чтобы мы с вами не запутались и было понятно, откуда ноги и руки растут. А 69-й счет предусмотрен для страховых взносов. Вы видите бухгалтерскую запись. Она же может называться корреспонденция счетов. Дебит 68-01, кредит 68-90. Я таким образом уменьшаю задолженность по налогу на доходы физических лиц. То есть, видите, да, отражаю в дебите счета 68-01 50 тысяч рублей, но принцип двойной записи, бухгалтерской записи предполагает, что одна и та же сумма у нас отражается на двух счетах бухгалтерского учета. И именно этим достигается равенство бухгалтерского баланса. У нас аккредит, да, равен пассиву. И на 68-м счете, 90-м субсчете я отражаю 50 тысяч рублей. Что я вижу здесь? Я вижу погашение задолженности по счету 68-01. Я ничего не должна. Если я просчитаю обороты по дебету, обороты по кредиту 68-го счета 01-го субсчета, то выйду на одинаковые суммы. И остаток или по бухгалтерскому сальдо конечное у нас с вами будет 0. Но на 68-м счете, 90-м субсчете в составе совокупной задолженности по единому налоговому счету у меня формируется совокупная задолженность, которую я единой суммой и единым платежным поручением перечислю в бюджетную систему Российской Федерации в составе единого налогового платежа на единый налоговый счет. Второй операция в этом примере. Допустим, мы с вами представили декларацию 68-02. На этом счете отражаются у нас и формируются расчеты по налогу на добавленную стоимость. Ну, представим, что где-то есть еще за пределами этого слайда счет 68-02, и по нему тоже отражена задолженность 150 тысяч рублей. И при подаче декларации мы с вами должны будем сделать все-таки операцию, чуть-чуть попозже покажу, по единому счету, единому налоговому счету в составе вот этой вот задолженности или в составе все-таки одной третьей суммы, от которой мы должны заплатить. На 68-м счете, втором субсчете у нас тоже не будет текущей просроченной задолженности, хотя, может быть, задолженность будет, потому что это бухгалтерский учет, он такой, там не всегда ноль, это ноль, не всегда миллион по кредиту, это сумма, которую мы с вами должны заплатить. И видим уже, что как раз единый налоговый счет 68-90 будет вмещать в себя все налоги, но это очень коротко, конечно, я показала всего лишь два платежа в бюджет, сформировали у меня совокупную задолженность по единому налоговому счету, но уже на практике я покажу более реальный пример с учетом даже там земельных и транспортных налогов. Подошло время, наступило 28 число, и та часть задолженности, которую нам нужно заплатить, будет отражена в платежном поручении, в дальнейшем по банковской выписке, и мы по 68 счету тоже не увидим задолженности. Ну вот у меня здесь, да, приписочка такая есть, конечно, начинающие практики, которых я очень жду на дипломных программах, может быть, не совсем все поймут, но бухгалтерский учет, он имеет свойство накопления, то есть любая информация, которая вами получена и которая вообще непонятна, вы не знаете, куда ее засунуть, куда ее приткнете, приткнуть она обязательно потом вылезет, она обязательно, да, вот где-то из-под корки найдет тот день, тот час и откликнется вам обязательно. Когда-то, давным-давно, в 2022 году, мы в обязательном порядке в регистрах налогового учета по НДФЛ, который ведется по каждому физическому лицу, должны были указывать реквизиты платежных поручений, каким образом, да, когда, в какой срок, по какому номеру платежного поручения, в какой сумме был перечислен налог на доходы физических лиц за конкретно взятое физическое лицо. Вот сейчас этого делать не нужно, потому что вот где-то здесь, да, внутри 200 тысяч будет налог на доходы физических лиц, и вычленить это просто сейчас не представляется возможным. Коллеги, вот на этом слайде я хочу с вами более подробно понять, когда нам нужно, я вернусь сейчас на слайд назад, с вашего позволения. Смотрите, мы когда-то будем подавать уведомления, а когда-то не будем подавать уведомления, да, то есть вот посмотрите, у нас формируется совокупная задолженность по кредиту счета 68-90, и эта задолженность формируется либо при подаче уведомления, это прям отчет в контролирующий орган, который прям налоговая нам поставит отметочку, что они ее получили, либо не будем подавать уведомления. И если мы подавать уведомления не будем, то будем делать операцию по единому налоговому счету, либо там сейчас это тоже все зачитывается, разработчики сделали алгоритм в обработке закрытия месяца. Так вот, мы сейчас на следующем слайде говорим, когда мы включаем сумму налога страхового взноса в расчет, а когда не включаем. Первый вариант – это не включать суммы каких-либо налогового взносов в уведомления, и второй вариант – включать. Я начну со второго, когда мы с вами включаем в уведомление информацию о своей задолженности в бюджет, который планируем заплатить. Покажу на примере расчета 6-НДФЛ. Расчет 6-НДФЛ у нас с вами представляется 25 апреля. Мы сейчас говорим с вами о конкретном счете за первый квартал 2023 года. То есть у нас с вами прошел январь, февраль, март, закончился первый квартал, и по окончании этого квартала нам закон дает 25 дней на формирование расчета. А платить НДФЛ мы должны были раньше. Мы должны были его платить в январе 28-го, но так как это у нас с вами была суббота, то по общим правилам срок переносится на первый рабочий день. 28-го февраля и 28-го марта. Если мы это делаем в январе, феврале, в марте, то, наверное, налоговый не понимает, что за суммы сыпятся на наши лицевые счета, на наш единый налоговый счет в составе единого налогового платежа. Поэтому предварительно мы вот эту вот задолженность уведомлениями формируем. Когда мы не включаем суммы, если на дату уплаты, ой-ой-ой, да, вот так вот, если на дату уплаты уже представлена декларация, я здесь показываю на примере декларации по налогу на добавленную стоимость. 25-го января срок представления декларации по налогу на добавленную стоимость за 4-й квартал 2022 года. И по результатам этой даты мы с вами 28-го января, но с учетом переноса 30-го января, 28-го февраля и 28-го марта платим по одной третьей от той суммы, которая у нас с вами показана к уплате в декларации. То есть мы понимаем, что 30-го января, 28-го февраля, 28-го марта, после того, как мы с вами представили декларацию в контролирующий орган, Федеральная налоговая служба знает об этих суммах. Значит, не нужно ее об этом еще раз уведомлять. Мы уже это сделали, когда подали декларацию. То же самое касается декларации по налогу на прибыль, да, например. Потому что прибыль мы будем с вами сдавать 25-го марта за год, за 4-й квартал, но нарастающим итогом за год. И платить будем с вами 28-го числа. Так, что у нас с вами дальше? Все непросто стало с налогом на доходы физических лиц, потому что теперь мы видим с вами такие, ну, наверное, скоро будет все это логично, но сейчас еще пока переходный период в нашей голове, да, то есть переходного периода никакого не было, просто наступило 1 января 2023 года, и у нас вдруг в налоговом кодексе появились такие периоды по исчислению и удержанию НДФЛ, которые не были месяцем, или которые не были годом, да, или которые не были кварталом. И периоды оказались такие. С 23-го числа месяца предыдущего по 22-го, по 22-ое число месяца текущего нужно посмотреть, какие суммы мы выплачивали физическим лицам, какой налог мы исчислили, удержали, подать уведомления 25-го числа и 28-го числа этого же месяца, перечислить в бюджет. Но те периоды, которые у нас с вами попадают, декабрь, да, январь, они все-таки будут в рамках налогового периода держаться. Налоговый период у нас с вами год. Налоговый период начинается 1-го января, заканчивается 31-го декабря, поэтому помимо вот тех периодов, которые с 23-го прошлого месяца по 22-е текущего, у нас с вами еще появляется 22 дня в январе и получается 9 дней в декабре. В январе все стандартно, 25-го на 1-го мы с вами подаем уведомление, 28-го уплачиваем, ну там уже видели, да, с учетом переноса. А последний период, несмотря на то, что он заканчивается у нас с вами 31-го, 12-го, все-таки уведомление подается в рабочий последний день в этом году и в последний рабочий день в этом году нужно будет заплатить. Вот если вы посмотрите, что мы с вами 28-го, 12-го уплачиваем налог за период с 23-го, 11-го по 22-й, 12-е, то именно в этот же день мы с вами уплачиваем налог за период с 23-го, 12-го по 31-й, 12-е, так как это будет последний рабочий день у нас с вами в этом году. Для тех, кто уже знаком с программой 1С, конечно, вы, наверное, в предвкушении, как бы сейчас это все увидеть, посмотреть, наверное, разработчики, методологи, что-то для нас очень хорошее придумали. Действительно, линейка программных продуктов 1С в составе которой есть самый популярный и используемый продукт, приложение 1С, бухгалтерия предприятия, наверху, может быть, вы видите, да, БП написано, так очень часто сокращают бухгалтерии предприятия, предполагают полную автоматизацию всего того, что мы с вами видели. И когда мы с вами заходим в список задач организации, а мы именно так сейчас с вами поступим, то при нажатии на любую ссылочку, которая активная, мы с вами эту задачу можем выполнить. Ну вот, например, здесь я вернусь сейчас обратно. Видимо, я нажала на третью задачу. 25 января нужно подать уведомление о НДФЛ за январь 2023 года. И здесь только надо нажать на кнопочку «Сформировать уведомление». Коллеги, ну, скажем так, теоретическая часть у нас с вами почти закончилась. Я бы хотела сейчас все это показать уже на практике. Работать я буду в двух программных продуктах, в Орион бухгалтерии предприятия и в Орион зуб. У меня эти базы уже открыты, но, видимо, мне нужно, вот я так сейчас понимаю, что я без линейки, очень мне неудобно работать. В ДНС, конечно же, я буду уже работать с линейкой. Итак, я начну с зарплаты управления персоналом. Перед вами открытая база. Она немножко предзаполнена, но не очень сильно. В этом программном продукте, если ваша организация достаточно крупная, вы выполняете расчеты по начислению заработной платы, и не только, да, там же у нас с вами отпускные, командировки, больничные, все, и производите выплаты. Мои программные продукты, мои две базы, уже между собой настроены по синхронизации, поэтому я буду синхронизировать эти данные. Но мы с вами, наверное, сейчас говорим не о заработной плате, а о едином налоговом счете, едином налоговом платеже. Посмотрите, пожалуйста, вот то, что мы сейчас с вами можем видеть, это начислен аванс и аванс выплачен. При синхронизации именно выплаты отправляются в бухгалтерскую программу, они улетают, есть такое сленговое выражение у разработчиков, и, конечно же, все так говорят, и уже непосредственно в бухгалтерской программе, в которой есть счета бухгалтерского учета, такие как касса, такие как расчетный счет, уже происходит непосредственно выплата. Но исходя из того, что начисление заработной платы в бухгалтерии не ведется, то заработная плата потом выгружается. Что нам нужно будет сделать тогда, когда подойдет срок? Ну, например, да, мы с вами помним, что 22.01 заканчивается у нас с вами первый период по налогу на доходы физических лиц, и мы должны тот налог, который по 22 исчислили и удержали, по нему именно составить уведомления и заплатить требуемую сумму в составе платежа. В разделе заработная плата у нас с вами есть такой подраздел бухгалтерский учет, он предназначен как раз для отправки, для уже непосредственных отражений в бухгалтерском учете, и здесь у нас есть такая операция, как отражение удержанного НДФ в бухгалтерском учете. Я перехожу сюда, я уже просто вот так получилось сформировала это уведомление, и я это уведомление просто по кнопочке заполнить уже в нем получила вот эту вот сумму налога на доходы физических лиц, который был удержан. Ну, давайте, наверное, чтобы нам поменьше в разные базы заходить, я сейчас здесь и заработную плату начислю, это уже у нас будет с вами другой период, да, тот период, который будет начинаться 23 января. Значит, я начисляю заработную плату, дата выплаты в нашей организации 5 февраля, выполняю, провожу и выплачиваю заработную плату. Так, очень много ведомостей, поэтому я уберу галочку подразделение, да, мне достаточно ведомости. Так, коллеги, после того, как заработная плата начислена, нам нужно эту заработную плату отправить в бухгалтерскую программу. Для этого предусмотрен такой документ, который называется «Отражение заработной платы в бухгалтерском отчете». Делается он после начисления заработной платы и взносов. Создаю отражение заработной платы за январь 2023 года. Выполняю данные. Будут сейчас отправлены в в бухгалтерскую программу. Коллеги, но нам еще, наверное, нужно с вами выплатить аванс за февраль, потому что аванс предполагаем платить 20.01, а это означает, что в составе уведомления по НДФЛ, которое мы сдадим с вами 25.02, суммы начисленного аванса будут. Так, аванс будем платить 20.02, заполняю. Пошел закрываю. Жалко, что тут еще никак не сделают кнопочку «Выплатить», поэтому нужно нам с вами создавать ведомость на счета всегда по авансам 20.02. Заполняю. Коллеги, не буду начислять заработную плату за февраль. Я думаю, что мы с вами ограничимся этим. А вот теперь перехожу в отражение удержанного НДФЛ в бухгалтерском учете. создаю за февраль, проверяю, как раз здесь прямо у меня установился тот самый нужный период с 23 по 22 месяца текущего. Датирую, наверное, ну пусть будет, я все день в день делаю. Заполняю весь налог на доходы физических лиц. Сейчас, может быть, проверим, да, его 34.016. Провожу, закрываю. Знаете, так, может быть, чтобы уже убедиться, да, так иногда в комментариях себе что-нибудь подписываю. Вот я сейчас напишу, что сейчас времени у нас с вами, вот так вот прям помечу, 17.51.34. Это для того, чтобы точно убедиться, что прилетело именно то, что нужно. Коллеги, синхронизация настроена. У нас с вами находится в разделе администрирование, настройка синхронизации данных. Другательство, да, какие-то изменены, расширения конфигурации. Я работаю в облаке всегда, очень люблю. Почему? Потому что обновление происходит всегда автоматически. Видимо, вот мне тут говорят о том, что пока база была открыта, пока мы с вами работали, произошли какие-то изменения в конфигурации, просят перезапустить программу. Но мы сейчас посмотрим, если не сработает, придется перезапускать. Но мне почему-то кажется, что все получится. Так, синхронизация данных завершена. И я из зарплаты управления персоналом выхожу, направляюсь уже в бухгалтерскую программу. Значит, что мы здесь должны увидеть с вами? Мы здесь должны увидеть, что ведомости на выплату заработной платы у нас с вами прибежали. Да, так и есть. Посмотрите, это у нас, ну, эту я подготовила тогда, когда к открытых дверей готовилась. Вот эту ведомость мы сделали с вами вместе на выплату заработной платы за январь. И вот эту ведомость мы тоже с вами вместе сделали. Это выплаты заработной платы за февраль. Авансы за февраль. Они у нас ни на что не влияют. Посмотрели и посмотрели. А вот сейчас хочу в разделе заработной платы и кадры обратить ваше внимание вот на этот удержанный налог на доходы физических лиц. Именно сюда у нас с вами прилетели те самые документы, по которым мы отражали. Вот, может быть, видите, да, как раз тот самый комментарий. Я сейчас параллельно иду на начальную страничку. Я сейчас захожу во все задачи организации. И вы можете здесь видеть, да, как раз, что есть такая задача, как НДФЛ, уведомление за январь. Вот программа здесь не ведет учет заработной платы. Она его не начисляет. Она его получает вот в виде вот таких вот документов, которые в разделе заработной платы, отражение заработной платы в бухгалтерском учете приходят сюда, так скажем. И вот как раз тот самый документ, который мы только что с вами подготовили после того, как начислили заработную плату, он сюда прилетел. Ну, может быть, да, кто-то видит, что здесь такой номер ОРЗК. Мы тоже там есть у нас такой курс, на котором мы синхронизацией занимаемся. И как раз говорим, что в программе, в бухгалтерской, формируются документы с префиксом ОРБП. ОР, ну, ОР это Орион, да, то есть это именно адресация вашей базы. А вот ЗК это уже документ, сделанный в зарплате и кадры, а БП в бухгалтерии предприятия. Коллеги, я отражаю зарплату в бухгалтерском учете, я ее провожу, и вот именно после этого, после этого у нас с вами формируются те самые бухгалтерские записи. Так, я вижу вопрос в чате, Алексей, я вот прям вижу, что я могу точно после окончания дня открытых дверей на него ответить и обязательно об этом расскажу. Так, коллеги, закрываю отражение заработной платы в бухгалтерском учете и направляюсь сейчас уже в задачи организации. То есть что сделал документ отражения заработной платы в бухгалтерском учете? Он начислил страховые взносы, он исчислил налог на доходы, до физических лиц, и теперь в моей программе есть информация об этих страховых взносах, об этих налогах, в задачах организации. Я думаю, что мы сейчас с вами справимся. Значит, наверное, давайте так мы с вами. Мы сейчас будем формировать уведомления 25 января. То, что у нас с вами в уведомление не попадает, должно попасть по какому-то другому документу на единый налоговый счет. Вот. Что я сейчас сделаю? Я сделаю большую оборотно-сальдовую ведомость. Посмотрите, по состоянию на 25.01. То есть сегодня у нас, допустим, 25.01. Сейчас заодно тут в персональных настройках посмотрю. У нас сегодня 25.01. И мы с вами будем формировать совокупную задолженность на едином налоговом счете. Наверное, сделаю так покрупнее чуть-чуть. Значит, мы с вами уже проговорили про то, что на 68 счете у нас с вами отражается на каждом субсчете отдельно взятые налоги. А на 69 счете, которого нет еще здесь, да, почему? Потому что 69 счет у нас с вами по состоянию на 31.01 выгрузился. Поэтому мы его сейчас еще пока платить не будем. Если я сделаю на 31.01, 69 счет появится. 69 счет по начисленным страховым взносам в части единого тарифа и в части НСПЗ. Ну, наверное, так как среди нас есть большое количество начинающих практиков, я через «Показать настройки» в дополнительных полях выведу «Выводить наименование счета». Может быть, чести зрительно вам так будет поприятнее. Значит, коллеги, что я сейчас хочу 25.01 увидеть? 25.01. Что я хочу увидеть? Так. Я хочу увидеть. А что у нас на 68.02? А здесь у меня налог на добавленную стоимость за четвертый квартал. И эту сумму я должна поделить на три части и равными долями перечислить. Первую часть 28.01, вторую часть 28.02, третью часть 28.03. Но я не формирую уведомления по этой сумме. Но мне нужно, чтобы сумма уменьшилась. Сумма задолженности по 1С уменьшилась. Для этого я, наверное, сейчас поищу задачку. Такую задачку, которая мне отразит сумму в части 1.03 налога. Так. Илона, и вам, с вашего позволения, тоже отвечу попозже. Да, извините, если, может быть, неправильно прочитала имя. Коллеги, буду отвечать сейчас, отвлекаться, да, только если прям вопросы, вот прям что-то здесь непонятно. А если общие, то, может быть, даже, Енина, может быть, вы мне поможете, да, потому что на нашем мастер-классе, на нашем неоткрытых дверей присутствует карьерный консультант Енина. Может быть, сейчас Енина вам в чат ответит. Так. Так, коллеги, я иду к задаче, да, что там у меня с задачами по налогу на добавленную стоимость. Значит, мне нужно каким-то образом, да, отразить 1.3 НДС, а программа это уже знает, она мне уже в задаче это поставила. Значит, я перехожу по гиперссылочке по этой операции. Я должна сейчас увидеть сумму задолженности, которая у меня есть за четвертый квартал, но платить буду в составе единого налогового счета только одну третью часть. Для этого я сформирую операцию по единому налоговому счету. Ну, здесь, наверное, еще то, что было по-старому, раньше по кнопке «Оплатить» формировалось отдельно взятое платежное поручение по конкретному налогу, здесь по налогу на добавленную стоимость. Формируя операцию по единому налоговому счету и одна треть суммы, я возвращаюсь в оборотно-сальдовую ведомость, посмотрите, пожалуйста, сейчас здесь, да, пойдет у нас операция по уменьшению суммы задолженности по НДСу. НДСа я должна 652, но на едином налоговом счете начинает накапливаться совокупная задолженность. Так, значит, эту задачку мы с вами сделали. Давайте вспомним про налог на добавленную стоимость. Вот документ, который у нас с вами был сформирован в зарплате управления персоналом, появляется в сведении об удержанном налоге. Если вы заработную плату считаете в бухгалтерской программе, то есть в разделе заработной платы вместо отражения зарплаты в бухучете у вас будет начисление зарплаты страховых взносов, значит, у вас этого документа не будет. И, минуя его, вы сразу идете в задачи. А здесь мы с вами видим, да, что в январе НДФЛ был удержан в размере 7 431 рубль. И я где-то в задачках поищу формирование уведомлений НДФЛ за январь. Формирую уведомление и хочу опять-таки провести его. После проведения я вижу, что как раз в составе единого налогового счета у меня отражена вот эта вот задолженность. Коллеги, мы вот с вами не посмотрели, да, проводку по НДСу, она была точно такая же, только здесь был субсчет 2. Чем отличаются уведомления от операции? Я хочу сейчас показать вам, где они находятся у нас с вами в программе. В разделе операции есть и уведомления, они отправляются в Федеральную налоговую службу. И операции по счету. Вот операции по счету и уведомления делают те же самые одинаковые бухгалтерские записи. То есть они формируют совокупную задолженность по единому налоговому счету. Но уведомление у нас с вами параллельно показывается, будет в составе регламентированных отчетов. И мы это уведомление с вами будем отправлять. Вот мое уведомление. То есть я, наверное, да, скажу отправить. У меня подключен такой ресурс, как 1С отчетность. Если этого нет, то если у меня СБИС, ТАКСКОМ, что-то там еще, да, большое количество программных продуктов есть на территории Российской Федерации, значит, буду выгружать и уже подгружать эту программу, с которой у меня настроен, налажен электронный документ оборот с Федеральной налоговой службой. Кореги, НДФЛ-уведомление мы с вами провели. И можем, да, его и отсюда тоже отправить и выгрузить. Но уже посмотрели, что оно параллельно формируется у нас с вами или отражается, да. И вот здесь вот в части уведомлений и дублируется параллельно в регламентированных отчетах, чтобы мы с вами это все отправили в контролирующий орг. Так, эту задачку мы с вами тоже сделали. Так, давайте посмотрим, что еще. Что еще? Ну, вот, наверное, здесь у нас с вами все, да. Здесь это 25.01. Коллеги, сейчас буду еще смотреть, да. То есть посмотрите, пожалуйста, 68.01. Здесь у нас с какого-то перепугу дебетовая сальда. Ну, потому что кредитовый оборот, тут совсем мы никогда не сможем разговаривать со счетом 68.01. Здесь есть еще понятие регистра в программе. И вот это вот понятие регистра предполагает, да, что здесь можно, конечно же, очень долго вычислять. А это реальная сумма переплаты? Нет, конечно, это не сумма переплаты. Просто если мы сейчас с вами будем смотреть, а что будет происходить 31.01. 31.01. Здесь отразится весь НДФЛ, который был заработной платой за 31.01. Но он опять-таки будет вмещать в себя часть НДФЛ, который попал у нас с вами в первый период, и часть НДФЛ, который попадет во второй период. Потому что во втором периоде, это с 23.00 по 22.02, а заработная плата всегда фиксируется в бухгалтерском учете по последнее число месяца. Коллеги, смотрю, что нам еще платить с вами надо 28.01. НДФЛ отразили в составе совокупной задолженности. Прибыль платим 28.03, транспортный налог 28.02, налог на имущество 28.03, земельный налог 28.02. Поэтому здесь пока все. Значит, еще разочек. Тогда мы с вами обращаем внимание по суммам, которые у нас с вами прошли по дебетам счетов, учета налогов, страховых сносов и кредиту единого налогового счета. Это те суммы, которые сформировали совокупную задолженность по дате 21.01. Платим 28.03. Так, в персональных настройках, наверное, поставлю дату 30 с учетом переноса, захожу в платежное поручение. И хочу оплатить начисленные налоги и взносы. Вы видите, да, что несмотря на то, что у меня есть задолженность по другим налогам, НДС, налогу на прибыль, земельное, транспортное имущество, здесь галочка стоит только на едином налоговом платеже. Создаю документы. Наверное, здесь сразу провожу. Создаю на основании списание с расчетного счета. Коллеги вот думают, что я прям что-то невероятное сделала. Мы все это, все наши ученики осваивают. Ну, конечно, говорят, что нужно потрудиться. Так, я сейчас перехожу в оборот и сальдовую ведомость и хочу ее сформировать уже на 30.01. То есть на ту дату, когда мы с вами оплатили единый налоговый счет. Посмотрите, пожалуйста. Ну, наверное, да, бывает такой учет, который мы с вами называем идеальным. То есть тогда, когда мы каждую-каждую цифру знаем. И вот здесь как раз в составе единого налогового счета первоначально я по кредиту, да, увижу суммы отраженных задолженностей в составе единого налогового счета. Карточку счета. А, наверное, вот так вот. 25.01 нам надо сделать, чтобы все увидеть. Да, то есть мы видим, да, налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц. Мы видим, что мы молодцы, мы все с вами заплатили. Коллеги, ну давайте очень прям быстро, да, что мы с вами представим, что наступило 28 февраля, вернее, первоначально 25 февраля у нас с вами наступило, на 25 февраля суббота, поэтому у нас будет 27 февраля. Что мы должны с вами сделать в этот день? В этот день у нас с вами большое количество налогов, которые мы должны заплатить. И, вернее, на следующий день, да. А 27-го, значит, видимо, нам нужно подать уведомление. Я сейчас опять пойду в список задач. Значит, что будем платить? Будем платить НДФЛ, но не этот. А посмотрите, если я сейчас делаю карточку по НДФЛу. Карточка по НДФЛу. Мы сейчас опять с вами переплатим. У нас с вами уплачен в составе единого налогового платежа налог по авансу за первую половину месяца. Дальше отражением в заработной плате отражен налог на доходы физических лиц. И вот это вот сумма НДФЛа. Остаток за январь. А у нас еще сюда прибавится февраль. Аванс, который мы заплатили 20-го, 01-го. Он выгружаться будет у нас с вами в последнее число февраля. Поэтому здесь мы с вами посмотрим, что сведения об удержанном НДФЛе вообще не 18, а 34. А в списке задач организаций найдем как раз уведомление, которое мы должны по НДФЛу. Ничего не вижу. Так. НДФЛ уведомление за февраль. Формирую. Попажу, закрываю. Коллеги, что еще мы с вами здесь видим? Мы видели, что у нас был начислен земельный налог, транспортный налог. А вот как раз сейчас подошли сроки их уплаты. По земельному налогу, по транспортному налогу нет формы отчетности. То есть она не предусмотрена. Поэтому мы с вами не подаем отчетность вообще, но будем обязательно формировать уведомления по земельному налогу. Формировать уведомления, провести, закрыть. Также сформирую уведомления по транспортному налогу. Сформирую уведомления по налогу на имущество. Мы только через месяц будем с вами представлять декларацию. Сформирую уведомления. Помним, да, у нас есть еще НДС одна треть того, что за четвертый квартал оплата. Но здесь мы формируем не уведомления, а операцию, потому что декларация уже сдана. Коллеги, и что я должна увидеть в оборотной сальдовой ведомости? Сейчас скажу вот здесь. Значит, налог на доходы физических лиц. Отразили объединенного налогового счета. НДФЛ. Дальше. НДС. Отразили налог на прибыль. Мы с вами платим в марте. Земельный есть сальдо 0. Транспортный есть. Налог на имущество есть. Остались страховые взносы. По страховым взносам мы с вами тоже формируем уведомления, потому что эти страховые взносы мы платим с вами сейчас за январь. Они у нас пришли, прилетели с документом подражения заработной платы, а расчет по страховым взносам будем сдавать с вами в марте. Поэтому где-то здесь, да, еще в задачках мы с вами давайте найдем что-то про страховые взносы. Так, это персучет, НДФЛ, налог на имущество. Так, вот страховые взносы, уплата за январь. Сформировать операцию. Так, коллеги, ну, наверное, что сейчас должны мы с вами увидеть. Наступило 28 февраля в составе единого налогового платежа. В составе того, что у нас по единому налоговому счету образовалось, будет сейчас введена оплата. Надо мне открыть платежные поручения. Так, персональные данные, дата сегодня 28. Оплачиваю начисленные налоги. Коллеги, вот может быть даже хорошо, что у нас получилась сумма совсем не такая, которая в оборотной сальдовой ведомости. Очень люблю. А, нет, такая, да. Просто смотрите, значит, я почему-то подумала, 4, 3 четверки, да. Нет, получилась такая, значит, мы все с вами сделали правильно. Смотрите еще какой момент у вас может быть. Вот у вас может быть здесь 3 рубля, но вы, допустим, забыли сформировать операцию по НДС или вы забыли сформировать операцию по налогу на прибыль. Программа умеет сейчас анализировать, сколько все-таки вам нужно заплатить, потому что те операции, которые мы сейчас сделали, они еще предусмотрены. И в автоматическом варианте через закрытие месяца, вот посмотрите, здесь такая появилась операция, зачет аванса по единому налогу. То есть, если вы должны сделать уведомление, вы его делаете обязательно, потому что вы его представляете в налоговую. А если вы не должны делать уведомление, то вы можете не делать операцию, которую мы сейчас с вами делали, да. Мы просто сделали, чтобы посмотреть, чтобы каши не было. Вам программа эту операцию сделает автоматически сама, а вот тогда, когда будет формироваться сумма задолженности в составе единого налогового платежа к уплате, она просто может не соответствовать тому, что у вас есть на 68,90. Но я буду создавать платежный документ, она с вами соответствует, провожу. Стою на основании списание с расчетного счета. Вот у меня оборотно-сальдовая ведомость закрылась, но придется ее сейчас еще разочек открыть. Мы с вами должны увидеть, что на 28,02, все, что было сформировано на едином налоговом счете, было погашено. Коллеги, ну, по поводу, да, уведомления о сумме удержанного НДФЛ в программном продукте 1СЗУП, не забывайте, что его нужно сделать, а дальше уже все будет сделать в задачах организации. Программа отрабатывает это очень хорошо. Налог на доходы физических лиц, он всегда будет как будто кривой. Вы никогда не сможете отследить реальную задолженность на счете 68,01 с тем, что вам нужно платить. Поэтому предусмотрены различные отчеты по проверке того НДФЛ, который вы удержали и который нужно заплатить. Конечно, мы с вами об этом обязательно поговорим. Коллеги, кто из себя представляет профессия бухгалтер? Мы, наверное, с вами знаем, что бухгалтер и бухгалтерия есть на каждом предприятии, а это уже плюс, да, работа у нас с вами будет. А какие задачи мы перед собой ставим? Естественно, только интересные. Если мне, да, нравится собирать, обрабатывать документы, делать какие-то расчеты, в том числе заработные платы, определять доходы и расходы, то, конечно же, я своей профессией горжусь. Я всех приглашаю на дипломную программу, но мне хотелось бы, да, чтобы вы, может быть, даже сейчас внутри себя сказали, да, это мое. Понятно, что какой-нибудь гений, который великолепно пишет маслом, бухгалтер никогда не станет, как бы мы его не уговаривали. Вот внутри вас что-то должно сказать. Хочу. Так, ну и что еще у нас с вами по профессию бухгалтер? Мы с вами должны быть очень обязательными, аккуратными, терпимыми. Мы с вами должны очень много читать и совершенствоваться прям вот чуть ли не ежеминутно, потому что вот та речь, которую, может быть, вы от меня слышите, она же не просто так родилась. Она родилась из количества большого прочтения. Я сейчас вспоминаю, когда нам в школе говорили, читайте, читайте, и мы читали, да. Вот, а сейчас я понимаю, что я начала говорить только после того, как я развивалась и росла вот в своей именно профессии бухгалтер. Ну, понимаем, да, что у нас большое количество профессий востребованных, но сейчас говорим о бухгалтере. Она важная и востребованная в современном мире. Несмотря на то, что у нас сегодня было мероприятие, которое называлось День открытых дверей, все-таки нет у нас на сайте такого отдельного подраздела пока, может быть, скоро сделают. Коллеги, приглашаю вас на другие мероприятия, которые буду проводить я, мои коллеги-преподаватели учебного комплекса нашего. На странице внизу в подвальчике найдете ссылочку в мастер-классы, следите, отслеживайтесь, записывайтесь, будем рады вас видеть, рассказывайте о нас в друзьях. Ну, а сейчас, наверное, самое интересное, да, пожалуйста, можете сейчас сфотографировать вот эту вот страничку с промо-кодом на скидку, которой вы можете воспользоваться. Но, конечно же, у нас как везде, только если, да, только если вы это сделаете достаточно оперативно, то есть с сегодняшнего дня, и вам дается три дня кроме, да, то есть всего четыре дня, по 16.03 включительно. Скидка составляет 13 тысяч рублей только для участников Дня открытых дверей, ДОТ, День открытых дверей. Коллеги, ну, видите, да, еще есть одна информация с восклицательным знаком, другие ваши скидки не суммируются, не действуют, скидки для организации не действуют, и оплатить нужно единовременно в онлайн-формате. Спасибо вам большое. Я сейчас передам слово нашему, моей коллеге, курьерному консультанту Янине. В личном кабинете у вас есть вот такое вот сообщение от меня с гиперссылочкой на слайды, если вас заинтересует, то, конечно же, смотрите. Там же в личном кабинете, наверное, завтра утром появится оранжевая кнопка рядом с моим именем и фамилией, будет написана запись. То есть вы имеете возможность этот День открытых дверей, в случае, если что-то еще пока не уложилось, пересмотреть. Это контакты нашего учебного комплекса, они также есть в вашем личном кабинете. И, Нина, давайте я сейчас посмотрю вопросы в чате, может быть, на какие-то еще не ответили, а вы как раз возьмете слово. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Екатерина, да, я готова принять, но пока что я не вижу. А мне надо что-то сделать, да, я же это не умею сделать. Помогите мне, пожалуйста. Вам нужно меня найти в перечне участников и предоставить мне права презентатора. Презента, правильно? Да. Я все правильно делала? Да, да, все верно, да. Вы тогда можете пока отвечать на вопрос Алексея. Да, по-моему, у нас там не отвеченный. Я пока подключаю свою презентацию. С вашего позволения я бы вопросы голосом ответила, потому что, может быть, будут какие-то уточнения. Может быть, тогда я сейчас отвечу. Алексей, я бы хотела ответить на ваш вопрос. При обучении будет ли информация о том, как считались и уплачивались налоги раньше до 01.01.2023 года? Я не думаю, что сейчас это будет разбираться подробно, но все эти вещи, они очень похожи на то, как сейчас. И налоги считались точно так же, только кроме налога на доходы физических лиц. И все наши преподаватели достаточно контактные. Если вы вопрос зададите, если вы попросите, да, вот там, давайте, может быть, спроектируем такую ситуацию, то это будет возможно. Уж на моих курсах это точно. То есть это не очень прям изменилось, да. Изменения произошли, но они не глобального, они не глобального масштаба. Спасибо большое, Екатерина Викторовна. Да, я тогда возьму слово. Представлюсь. Представлюсь. Меня зовут Енина. Я карьерный консультант, менеджер по трудоустройству, учебного центра специалист. И, в принципе, в ближайшие пять минут я достаточно быстро расскажу о программе поддержки трудоустройства наших выпускников, о ситуации на рынке труда, уровне заработной платы, бухгалтеров, востребованных навыков современного бухгалтера. Итак, в нашем учебном центре действует программа поддержки трудоустройства выпускников, включающая бесплатные индивидуальные карьерные консультации, помощь с подготовкой качественного резюме, подготовка к собеседованию, а также мы регулярно собираем вакансии и стажировки от наших партнеров. Приглашаем на наше онлайн-мероприятие, где наши партнеры презентуют свои вакансии. И если сейчас среди наших слушателей, кто с нами сейчас, есть выпускники нашего центра, обучавшиеся за свой счет, вы можете сфотографировать QR-код слева и записаться на карьерную консультацию. Кроме того, если вы и ваши близкие, знакомые находятся в поиске работы, то абсолютно для всех желающих бесплатно у нас есть полноценный курс по успешному поиску работы и трудоустройства. QR-код справа, вы можете его отсканировать и записаться на курс. Этот курс проходит у нас ежемесячно, бесплатно. Это полноценный восьмичасовой такой марафон, как разорвывать резюме, как пройти собеседование, как писать сопровожденное письмо, где можно найти работу и так далее. То есть очень классный, интересный курс и бесплатный. Итак, вернемся к теме нашего мероприятия, ситуации на рынке труда. Я взяла данные портала HotHunter за февраль 2023 года и по городу Москве. В целом по всем профессиональным областям прирост вакансий за февраль составил 15%, а прирост резюме 7%. Ну, собственно, что говорит, собственно, в нашу пользу. Конкуренция сейчас на рынке труда в целом почти 6 человек на одну вакансию. Но если смотреть в области бухгалтерского учета, управленческого учета, финансов, то здесь прирост вакансий за февраль уже составил 22%, при том же уровне прирости резюме за месяц. И конкуренция даже чуть ниже, чем в целом по рынку труда. Собственно, сейчас, если смотреть на самом популярном портале для поиска работы HotHunter, мы можем увидеть более 23 тысяч вакансий по России в целом, с зарплатой от 50 до 200 плюс тысяч рублей. Поподробнее зарплатные предложения бухгалтера на рынке труда по участкам учета и квалификации вы видите на слайде. Данные здесь представлены на основании результатов исследования кадрового агентства КАУС-финансы. Ну, как вы видите, по разным участкам учета примерно один и тот же уровень заработных плот. Не буду зачитывать все на экране. Единственное, что я хочу сакцентировать внимание, что есть такая позиция, как главный бухгалтер в единственном лице. И здесь это 900 до 2000 рублей условный разброс заработных плат. И если вы хотите устроиться после наших курсов помощником бухгалтера или там бухгалтером без опыта, то вас готов работодатель взять, начиная от 45 тысяч рублей и до 100 тысяч рублей. Итак, я проанализировала вакансии, представленные на портале HotHunter, и также посмотрела отчет рекрутинговой компании GetExpress, это бывший фейс. Какие же востребованные навыки бухгалтера на рынке труда сейчас присутствуют в вакансиях как требования? Во-первых, опыт постановки процессов с нуля. Опыт автоматизации бизнес-процессов, участков учета, перехода на новые информационные решения, взаимодействия с IT, постановки технических заданий, тестирование, переноса остатков в новую базу, сверки в новой базе, все, что связано с автоматизацией, естественно, всегда востребовано и будет востребовано. Дегативен, вас не слышно. Дальше продолжим. Опыт антикризисного управления, дальше уверенные навыки работы с профессиональными программами, как раз 1С, бухгалтерия, ЗУП, САП и другие, например, банк-клиент, системы сдачи отчетности электронного документа оборота, продвинутый пользователь XS, знания Power BI, умение выстраивать систему управленческой отчетности, также актуально, и есть особые навыки, опыт, опыт введения всех участков учета в едином лице, особенности разных налоговых режимов, сопровождение каких-то сложных сделок, таких как, например, апокторинг, лизинг, гособоронзаказ, и, что немаловажно, для некоторых позиций требуется английский язык, когда мы имеем дело с международной компанией, это когда у нас менеджмент разговаривает на английском языке. Ну, собственно, это, наверное, все, что я сегодня хотела сказать. Уважаемые слушатели, спасибо, что оставались с нами все это время. Я хотела пригласить вас подписаться на наш Телеграм-канал, у нас их два. Самые важные, основные новости о наших новых мастер-классах, курсах и так далее мы публикуем в нашем главном Телеграм-канале, это слева QR-код, вы можете его сфотографировать, QR-код с плева – это вакансии, стажировки от наших партнеров. Собственно, на слайде вы можете все это сфотографировать, пройти по QR-кодам. Мы вас ждем в нашей теплой компании. Собственно, я благодарю вас за внимание. Если есть какие-то вопросы ко мне или к Екатерине Викторовне, мы готовы ответить. Также я напоминаю, что учебный центр «Специалист» – ваш путь к успеху. Если у вас появились вопросы по дипломной программе, мы готовы ответить. Коллеги, слышно меня? Могу я продолжить? Янина, вы там пропадали минуты на две, а я разговаривала. Людсик, напишите, меня слышно? Да, вас слышно. Ага, спасибо. Так вот, коллеги, по поводу искусственного интеллекта. Есть еще одна профессия, которая с нами очень близка. Это программирование. Конечно, там совсем другая должна быть подготовка. Там мы что-то с вами должны более другое знать. Какие-то там коды, слова, еще что-то. Но я обращаю ваше внимание, что считается, что язык 1С, он самый легкий. И считается, что самый хороший разработчик, самый хороший человек, который программу пишет, это человек, который досконально знает бухгалтерский учет. Поэтому если вдруг так случится, что искусственный интеллект нас может быть отправит, куда-то захочет за борт отправить, то имейте в виду, что бухгалтерские программы, они все равно будут. Просто они будут, наверное, каким-то образом автоматизированы. А кто их будет писать? Преимущественно. Те люди, которые в бухгалтерском учете разбираются. Поэтому я думаю, ну, мы будем, наверное, отталкиваться с вами от неизбежности. Ведь когда-то же не было паровозов, самолетов. И что говорили кучеры и лошади, да? Вот так вот нам нужно рассуждать. Любовь спрашивает, можно ли собрать дипломный программ из нескольких курсов самостоятельно? Конечно, можно. Вы обращаетесь к нашим администраторам, к нашим менеджерам и прям говорите, я хочу это, это, это. Вас сориентирует. Коллеги, Енина, Марьяна, давайте я, наверное, буду выключать запись. Или я уже не могу выключить запись? Спасибо, было информативно. Спасибо. Всего доброго. Продолжение следует...